Добрый вечер. Один мой знакомый несколько лет назад сидел в аэропорту Мэнреале, дожидаясь депортации из Канады. Как многие, приехал сюда на удачу, но удача у него не получилась. Будучи стандартным продуктом советского общества, сидел опечаленный, не знал, что будет дальше. Так часто бывает, если у человека нет духовного аспекта. И вдруг ему пришла в голову идея. Он мне потом рассказывал, как он в этот момент впервые в жизни решил помолиться. И он сказал, хозяин мира, если ты только есть, помоги мне чем-нибудь. И дальше он рассказывал, как это было интересно, как вдруг неожиданно прекратилось электричество в Монреальском аэропорту. И как потом электричество вернулось, но компьютеры не работали. И я ему сказал, Андрей, почему ты начал молитву со слов хозяина мира, если ты есть? И если предположить, что его нету, так никто не обидится на это. Если он есть, тогда значит это излишнее. Вот так или иначе, он показал очень интересный пример того, как человек, даже далекий от иудаизма, улавливает то, что есть аспект молитвы, когда человек находится в сложной ситуации. Молитва – это взрыв эмоций, молитва – это обращение к чему-то сверхъестественному, которое может помочь в такой сложной ситуации. В принципе, такое понимание молитвы имеет свое место в иудаизме. Но в иудаизме молитва – значительно более многоплановый феномен. Я хочу рассказать несколько слов о книжке, которая, даст Бог, через несколько дней выйдет из печати. Эта книжка посвящена молитве Роша Шана, Йом-Кипур, молитве Амедас, новой молитве и Ведую на Йом-Кипур. Дело в том, что в святых книгах написано, что всякий раз, когда мы обращаемся к Всевышнему с молитвой, мы касаемся его славы как царя. И обращение к царю обязывает нас к тому, чтобы мы понимали смысл слов, чтобы мы на них сосредоточились. Согласно еврейской мистики, молитвы, которые произнесены достойно с правильной сосредоточенностью в Роша Шана, Йом-Кипур, могут исправить неудачные молитвы всего прошлого года, повлиять на все мироздание. В принципе, мудрецы учат, что молитвы были написаны пророками, были людьми с божественным озарением, которые написали молитву, оказывающую влияние на все миры высшие и низшие. Тем более, в Роша Шана, Йом-Кипур, когда мы обращаемся к Всевышнему как к царю, от нас требуется серьезная работа, чтобы понять смысл слов как минимум. В Шухан-Рух, в отношении любой молитвы, написаны следующие слова. Молящийся должен сосредоточиться в своем сердце на смысле слов, которые он произносит. Великий мудрец Хофис Хаим в книге Мишна Брура пишет, что человеку не следует сосредотачиваться, простому человеку, кроме того, который знаком с секретами Торы, на сложных мистических комбинациях букв и так далее. Наоборот, он может больше разрушить, чем сотворить. И понимание простого смысла слов является требованием закона, и оно в какой-то степени включает скрытые смыслы и скрытые влияния. В этом смысле есть несколько уровней того, как нужно подготовиться к Рушушану и Йом-Кипуру. Ну, значит, в прошлом году мы сделали некое пробное издание, касающееся только Йом-Кипуру, и в один день я получил два благодарственных сообщения. Одно было от человека, который регулярно молится, и он сказал, что многие слова, очень часто есть синонимы в молитве, как, например, паха, ира, сосон, симха. Оказывается, они наполнены смыслом, и это добавило ему Йом-Кипуру совершенно другой оттенок. А второй человек был совершенно нерелигиозный, который приходил с противоположной стороны. И он сказал, я всегда думал, что молитва – это просто набор слов, а я теперь вижу, что есть какая-то структура, есть логика. Поэтому подготовка и некая заранее, может быть, подготовка и разбор текста молитвы – это наша обязанность в каком-то смысле по еврейскому закону, но в большом смысле это привилегия. У Маараля, одного из великих мудрецов, обсуждается вопрос, касающийся следующей идеи мудрецов. У мудрецов описывается 49 качеств, которые дают человеку возможность подняться на уровень, о котором, возможно, он даже не подозревал. Одно из этих качеств называется рассказывать что-то от имени источника. Ну, например, мудрость от имени того, который научил тебя этой мудрости, или даже просто новости от того, который тебе это сказал, если речь не идет о злословии. Написано, однако, дальше, что тот, который практикует это, он приносит спасение и избавление в мир. Маараля задает вопрос, какая-то странная связь. Значит, на первый взгляд, спасение в мир, и просто упомянуть первый источник. Вот, он объясняет несколько нюансов, один из которых звучит так. Что, во-первых, речь еще не идет об окончательном избавлении. Речь идет о том, что в нашей жизни, когда людям трудно, себе или другим, или какие-то тревожные времена, это тоже избавление, пусть даже небольшое. Но самое главное, он говорит, по-настоящему, по законам небесной справедливости, некоторые избавления, даже очень серьезные, обусловлено тем, что мы признаем источник этого избавления, признаем то, что Всевышний дает нам силы, то, что Он стоит за событиями этого мира. И каждый раз, когда мы практикуем это качество, мы каким-то образом приближаемся к тому, что мы признаем Всевышнего в качестве руководителя, в качестве царя. Тем более, молитва на Рушишана, когда мы должны касаться нашей миссии, нашего служения в качестве носителя идеи того, что Всевышний является царем. И, как я сказал, понимание, по крайней мере, исповеди, которые мы произносим, мы говорим такие слова, как «слиха», «мехила», «копора», которые, на первый взгляд, синонимы. И мы просим прощения, не вдумывая свои слова, если мы не знаем, чем они друг от друга отличаются. Мы, когда подготовили этот проект, обратились к мудрецам за рекомендательными письмами. И, в частности, от известного торонтовского раввина Равушлона Миллера, он по-русски не читает, мы получили письмо благословения, которое он заканчивает словами. «Пусть Пресвятой благословен Он, пошлет свое благословение всем, кто помогает в издании и распространении этой книги». Значит, дело в том, что один из важных аспектов молитвы, как мы только что обсудили, это аспект того, что мы понимаем то, что мы делаем. Это контакт с самим собой. Поэтому мы будем рады выходу этой книги и будем рады всем, кто, даст Бог, поможет нам в распространении информации. И мы, контактные телефоны издателя, это издательство «Джи Ишбук», значит, появятся на экране. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok